В этот день они были не только зрителями, но и артистами на сцене. Их улыбки и светящаяся молодость у глаза стали главным украшением осеннего бала. После 60-ти жизнь только начинается, говорят они. А я на пенсии 10 лет, и вот уже в течение 10 лет я хожу на осенний бал. И с каждым разом он становится все интереснее и интереснее, все как-то насыщеннее. И нам все больше и больше нравится, хотя мы с возрастом становимся старше и старше. А душа молодая, хоть ноги немного, как сказать, болят, но все равно, когда приходишь сюда, столько энергии, столько позитива, что забываешь обо всех болезнях. В адрес пенсионера со сцены звучали слова благодарности. Ведь, несмотря на солидный возраст, многие из них – активные участники культурной жизни района. Хочу пожелать вам самое главное – здоровья, тот опыт, та работа, которую вы внесли в наш город прекрасно. Мы, как молодежь, продолжаем эту работу и обещаем, что все, что вы начали, мы обязательно завершим. Народные песни, танцы и конкурсы пожилые гости праздника могли дать фору молодым. Самых активных не оставили без подарков. Они вот сегодня кто-то спекли пироги, варенье, в огороде вот у кого-то, что они вот, ихний вот урожай, они все сегодня привезли. Капуста, у кого-то тыквы вот такие большие, хорошие, крупные. Короче, у кого хороший урожай, они все, это их труды, хотели сегодня показать. И это как типа конкурсов, мы их немножко и потеряем. Это просто нам интересно, потому что это праздник осени, а наш народ всю жизнь беспокойный год праздновал вот этот праздник, праздник урожая, праздник осени. Среди почетных гостей праздника был и ветеран Великой Отечественной войны, писатель Вахид Галиев. На этот раз он удивил зрителей не стихами, а душевным исполнением песен. Андрей Шульга, Игуль Ахмедшин, Алексей Петров и Лилия Латфулина. Новости Татарстана.